Кубок России по маунтинбайку в дисциплине эстафета разыграли сегодня в Чебоксарах. О том, кто пришел к финишу первым, расскажет Ольга Пырочкина. Эстафета. 12 команд по 6 спортсменов. Некоторые регионы представили сразу несколько составов. Например, Чуваша и Санкт-Петербург. Команды смешанные. Это мужчины и женщины категории элита, так называемые андеры до 23 лет и юниоры. С точки зрения съемочного, процессом маунтинбайк-спорт тяжелый. У тех, кто уже передал эстафету, не так просто взять интервью. Здравствуйте, скажите, как трасса? Круто! Да вы! Как идете пока? Плохо идем. Так, что нужно делать? Чтобы лучше идти. Сама виновата. На чем, как думаете, какие сложности были? Технические. Быстрее всего у трассы справляется команда, которая шла с отрывом с самого первого круга. Санкт-Петербургские олимпийские надежды финишируют первой. Впрочем, ее лидер, мастер спорта Руслан Борецкий, воспитанник Чувашской школы. Трасса нормальная, тяжелая. Тяжелая, так. Кто самый сложный был сегодня? Подъем. Как обычно, вдоль Волги. Подниматься тяжело было, так нормально. Второй. К финишу приходит еще одна питерская команда. В спернике держались, дали жару. Трасса отлично. Только жарко у вас. Так, что отлично. В Питере прохладные разные? Ну да, но сейчас на 30 градусов, но все равно не так душно. Замыкающим в эстафетной гонке, как правило, ставят одного из сильнейших спортсменов. В Чувашской команде это Евгений Евграфов. За него болеет папа. Даже вот выучился на права, не хочет ездить. Он везде ездит на велосипеде. Евгений приходит пятым. Ночью был дождь, в трассе чуть грязная, но это мешает, нормально все. Заняли пятое место. Тут очень сильные команды. Санкт-Петербург две команды, Удмурты, Москва. Ну, пятое место сегодня, я считаю, как бы не больно такой успех. Но будем надеяться в будущем, что будет лучше. Итак, кубок страны уезжает в северную столицу. Однако основной старт сезона – чемпионат России еще впереди. Мы определим чемпиона России, который после этой гонки целый год будет носить майку чемпиона России, будет выступать за рубежом везде в этой майке. Мы сформируем по итогам этой гонки сборную команду России на следующий год. Также проведем отбор на чемпионат Европы и мира этого года.